Нижегородское кольцо Класса Тайма Атака Ли Но зрители все равно очень довольны тем зрелищем, которое подарили им спортсмены Понравился рев моторов, как весь воздух вокруг вибрирует Конечно, вот эта незабываемая атмосфера, которую через телевизор не передать Смотрели красивые машины, рев мотора, ощущение соревнований Вот это все нам очень понравилось Потрясающе, прям я не знаю Да, супер, много прикольных машин, пока только вливаемся в эту тусовку, так скажем Все смотрим вообще, круто! Трасса Нижегородское кольцо – это одна из самых востребованных в нашей стране Здесь проходит множество гоночных серий И соревнования по дрэг-рейсингу, и по дрифту И собственная местная серия National Light Series Чемпионат Нижегородской области С которого многие пилоты как раз переходят затем в СМП и РСКГ Ну и, конечно же, на трибуны Нижегородского кольца Которые вмещают 10 тысяч зрителей Приходит множество болельщиков Которые, конечно же, болеют за пилотов из Нижегородской области Но не только Ведь множество сильных ребят выступают и из других регионов На ваших кранах конфигурация трассы Нижегородское кольцо В ее короткой версии 2 километра 850 метров используется в СМП и РСКГ Первый заезд, который мы с вами смотрим Это гонки исторических автомобилей Лада, Москвич и Иш Класс СМП Хисторикап 9 автомобилей здесь у нас на старте 5 машин старших категории 4 автомобили Жигули и младшей категории И, наверное, главное событие Это возвращение Владислава Шевеля И его прекрасного Ижа-пикап Одного из самых любимых автомобилей болельщиков Ну и также Владислав один из самых быстрых пилотов Категории СМП Хисторикап 2000+. Но главный вопрос этого этапа Сможет ли Дмитрий Козлов бросить вызов На своем Москвиче 2140 Владимиру Череваню В квалификации Черевань был лучше Показав очень хорошее время круга И всю гонку ехал все быстрее и быстрее Он улучшил свое квалификационное время круга А затем поехал быстрее, чем пилоты категории С1600 Казалось бы, более современного класса автомобилей Дмитрий Козлов уверенно оторвался От всех своих соперников Владислава Данца и Владислава Шевеля Но поддерживать темп Череваня не мог И проиграл ему более полуминуты по ходу заезда Но сзади кипела красивая борьба Владислав Шевеля и Владислав Донец Сражались за третье место в классе 2000+, Москвич против Ижа И быстрее здесь оказался именно пилот На технике из Республики Удмурти Видимо, что в борьбе им даже обоим Пришлось срезать второй поворот трассы Но Шевель все равно остался впереди Но в категории Жигули 1600 Главными героями были лидеры чемпионата Игорь Шунайлов из Челябинска И москвич Андрей Козлов Если в Петербурге быстрее был Козлов Шунайлов обе гонки провел буквально на заднем бампере Красных Жигулей московского гонщика То в Нижнем Новгороде быстрее был именно Челябинец Он захватил лидерство в классе Жигули 1600 и даже прессинговал пилотов Более старшей группы 2000+. То же самое происходило и в хвосте пилотона Где Иван Тараканов сражался с Максимом Курушиным Чья машина примерила новую ливрею И оба они были быстрее Павла Бондаренко На москвиче старшей категории Иногда москвич позволял пилоту выйти вперед за счет более мощного мотора Но затем на торможениях и в виражах вперед выходили жигулисты Впрочем, Павел Бондаренко присоединился к нашему пилотону Всего лишь на прошлом этапе на трассе Гора Драйв Поэтому я уверен, что дальше он поедет быстрее Мы это уже видели на примере других гонщиков Очередной момент борьбы Бондаренко и Максима Курушина И пилот теряет заднююсть своего ижевского москвича Разворот в первом повороте К счастью, удается увернуться здесь к Курушину Но столкновения не происходит Но оба гонщика на жигулях и тараканов и Курушина Уезжают далеко от Павла Бондаренко И в дальнейшем гонку он продолжает уже в одиночестве Получая такие важные для него боевые километры Ну а гонщики класса жигули 1600 Лидеры этой подкатегории догоняют здесь Владислава Донца Из старшего класса И уверенно проходит его Однако, воспользовавшись этой ситуацией Андрей Козлов подъезжает к Игорю Шунайлову Здесь повторяется та же ситуация, что и в хвосте пилотона Более мощный москвич на прямых позволяет пилоту обгонять жигулистов Но в поворотах более опытные Шунайлов и Козлов Проходят Донца и выходят вперед Эту борьбу пилоты демонстрировали зрителям На протяжении почти всей гонки Вызвав, конечно же, массу позитивных эмоций у болельщиков Видели мы, как здесь едва не потерял свою машину Козлов Действительно приходится выжимать все соки из своего автомобиля Ну и повтор старта на ваших кранах На этот раз обошлось без проблем Что касается Павла Бондаренко То, к сожалению, он сходит с дистанцией Какие-то технические проблемы на его автомобиле К сожалению, такое происходит в этой категории достаточно часто Поскольку двигатели весьма сильно форсированы В советские времена не удавалось снять такую большую мощность Двигателей и москвичей, и жигулей Ну, о чем говорить, если мотор Владимира Черевания На его автомобиле выдает более 200 сил А у Дмитрия Козлова более 180 сил В то время как лучшие советские москвичи развивали 140-150 жидимых сил Владиславу Донцу все-таки удается найти свой темп И сначала справиться с Андреем Козловым А затем обойти и Игоря Шунайлов Что касается Владимира Черевания То он постоянно обновлял время круга Ехал все быстрее и быстрее И сначала повторил время Паулов Классе S1600 А затем и превзошел его Но нужно отметить, что новые шины Теперь используются в категории СМП History Cup У КХ М2 052, а не 048 Это более современная шина, которая позволяет этим машинам ехать немножечко быстрее В то время как в более современном классе S1600 По-прежнему используются более старшие шины Видим мы, что вскипятил мотор на своем москвиче 2140 здесь Дмитрий Козлов Но тем не менее смог финишировать на второй позиции в своем классе Первым стал Владимир Черевань А третьим Владислав Шевель Ну а это награждение класса Жигули 1600 Игорь Шунайлов выигрывает второй Андрей Козлов На этот раз после петербургского этапа Они обменялись местами Ну а третьим стал Иван Тараканов Который оставил позади Максима Курушина Видим мы, что не только ветераны Но и молодые позиции Также выступают у нас в категории SMP History Cup Следующая гонка Самый массовый заезд гоночного дня И всего этого этапа Класс спортпрототип ЦН Более 20 шорткатов Несколько легенд И один миджет Константина Сугробова В рамках этапа все ждали дождь На протяжении обоих дней Изначальный прогноз обещал бурю и ураган Который действительно прошел в самом Нижнем Новгороде в пятницу Но в действительности Именно во время боевых заездов Дождь не шел Лишь немного смачивая трассу В преддверии старта гонки Как это произошло и в классе спортпрототип ЦН Где трасса была немножечко влажной Но очень быстро высыхала Это особенность трассы Нижегородское кольцо Старт обошелся без завалов Хотя это одно из самых сложных торможений перед первым поворотом во всем сезоне Очень широкая стартовая прямая Очень узкий первый поворот Жесткое торможение Но мы видим, что абсолютно все пилоты класса спортпрототип ЦН смогли справиться с этим вызовом При том, что в какой-то момент на старте шесть рядов шли пилоты по трассе Занимая всю ее ширину Сразу несколько гонщиков на шорткатах стартовали с хвоста пилотона Поскольку их времена в квалификации были аннулированы Лидерство в общем зачете захватил Алексей Хаиров Но очень быстро его прошел Андрей Громов Молодой пилот, который очень быстро стал отрываться от всего пилотона И в общем-то в субботней гонке выступал в собственном зачете А вот за ним происходило настоящее сражение Алексей Хаиров, Александр Дударев, Кирилл Кирокозов, Сергей Ивлев сражались между собой Также нужно отметить Александра Шутемова Молодой пилот большую часть своей жизни прожил в Таиланде, где и строил свою карьеру Став чемпионом этой страны по картингу К российской серии кольцевых гонок он присоединился только на прошлом этапе на трассе Городрайв И тогда не был среди лидеров Но уже на Нижегородском кольце смог освоиться своим шорткатом С этими шинами, с этой трассой И был среди лидеров и в субботу, и в воскресенье Константин Сугробов на своем миджете стартовал позади всех шорткатов Теперь именно туда отправляют гонщиков на другой технике Но так как его миджет позволял ему обгонять соперников И сам он по скорости был пятым-шестым в сводном пилотоне То на протяжении всего заезда уверенно прорывался и обгонял соперников Сразу несколько гонщиков, которые показали отличный стартовый рывок И смогли отыграть несколько позиций на первых метрах дистанции По ходу заезда стали проваливаться Один из них Сергей Ивлев Казалось, что Ивлев может выйти даже в лидеры этого заезда Но в итоге он откатился в конец первой десятки Громов показал лучшее время кругу Уверенно оторвался от Хаирова, который был занят борьбой с Александром Дударем Если в Петербурге Дудареву удавалось сражаться с Андреем Громовым на протяжении всего заезда Хотя он немножечко уступал в темпе молодому гонщику То на этой трассе и темп у него был значительно ниже, чем у лидера гонки И очень много времени ушло на борьбу с соперниками Трасса Нижегородское кольцо обладает коротенькими прямыми Поэтому здесь не так заметен эффект слипстрима Обгонять сложнее Тем не менее, пилоты подарили нам настоящее пиршество обгонов, постоянно меняясь местами Нужно отметить Игоря Шунайлова, который после победы в классе СМП Хисторикап Тут же пересел из-за руля Жигулей в кокпит шортката И выдал, пожалуй, одну из лучших гонок в своей карьере В какой-то момент он ворвался в топ-5 Да, затем соперники начали обгонять его один за другим Но, пожалуй, тогда из первых гонок, в которые Шунайлов действительно борется за очень высокие места Впрочем, сам он говорил, что ему все дается через труд и опыт Потепенно вкатываясь в эту машину и в новую для себя категорию, он едет все быстрее и быстрее Нет сомнений, что уже в следующем году Игорь Шунайлов начнет претендовать на подиумы, а возможно и победы Для Екатерины Бояринова сезон складывается весьма и весьма непросто Скорость у смоленской пилотессы есть Она очень быстро освоилась за рулем шортката Но ее постоянно преследуют неудачи На трассе Нижегородское кольцо нам показало хорошее квалификационное время Но оно было аннулировано и Екатерине пришлось стартовать от Севастопила Тодо А в гонке она столкнулась со Станиславом Сидоруко Авария произошла и в зачете легенд Вы видели, как столкнулись два белорусских гонщика Сергей Лапицкий и Алексей Савин Причем машины сцепились между собой Савин вылез из своей легенды Отцепил ее от машины Лапицкого и продолжил гонку Но это запрещено правилами Поэтому получил он штраф к своим стартовым позициям во втором заезде Ну а это повтор контакта здесь Екатерина Бояринова и Станислава Сидорука Ну и посмотрите Жесткость, так и менее здесь у гонщиков на прямой старт-финиш Два не взлетает в воздух Один из шорткатов Действительно у машин с открытыми колесами Контактная борьба часто приводит к тому, что автомобиль поднимается в воздух Александр Дудоров смог ближе к концу дистанции Обогнать Алексея Хаирова Но в этот момент проигрывал уже огромное количество секунд Лидеру гонки Андрея Громова Поэтому претендовать на борьбу за победу он не мог Хаиров, который выступал большую часть своей карьеры на «Легендах» Все лучше осваивается за рулем шортката И окончательно утверждается в роли одного из лидеров этой категории Особенно учитывая, что у Кирилла Киракозова этап не сложился Гонщик команды «Балчук Рейсинг-7» не смог подобрать ключи к настройкам автомобиля на этой трассе Так и не мог понять эти сложные закрученные повороты и скользкий асфальт И даже если на стартах ему удавалось отыграть несколько позиций То затем он откатывался назад Александр Дудоров не только не смог оторваться от своих соперников, выйдя на вторую позицию Но и темп на его машине стал падать Его все сильнее и сильнее прессинговали Александр Шутемов и Алексей Хаиров И по очереди прошли его Отличную гонку проводил Сергей Перегудов, который всю гонку держался в топ-10 Что касается действующего чемпиона в этом классе Викторова То ему, как и Екатерине Бояриновой, партнерше по команде, пришлось прорваться с самого конца пилотона Его результаты квалификации также были аннулированы Но если Екатерина довольно быстро попала в аварию, то Артем Викторов ошибок не совершал Проходил одного соперника за другим и смог ворваться в первую десятку Впрочем, он, конечно, ждал совсем другого результата от этого заезда Посмотрите, как далеко от Хаирова оторвался здесь Андрей Громов Действительно, в этот день он выступал абсолютно в своем зачете Что касается Константина Сугробова, то для него этап превратился просто в царство обгонов Он прорвался уже в первую десятку и обгонял уже лидеров категории спорт-прототип цен, выступающих на шорткатах Действительно, миджет на этой трассе хорош, но для того, чтобы на старте не мешали эти французские прототипы отечественным шорткатам Их отправляют назад, дело в том, что чуть хуже со старта разгоняется миджет Поэтому каждый раз выступает такой мобильный шикарный на старте, что приводило к нескольким жестким авариям в прошлом сезоне Поэтому в избежании таких инцидентов миджеты теперь отправляют в хвост всего пилотона Ну а это финиш дистанции, победа Андрея Громова, вторым становится Алексей Хаиров И для Шутемова это третье место Отметим, что это дебютная победа Громова и дебютный же подиум для Александра Шутемова Что касается Алексея Хаирова, то он сделал главное Он опередил своих принципиальных соперников в борьбе за лидерство в чемпионате Александра Дударева и Кирилла Кирокозова Еще одна гонка в Ленина, которую оказал дождь Заезд классов С-1600 и Туринг-Лай Пожалуй, это был самый дождевой заезд всего гоночного уикенда Хотя вы видите, что трасса начала стрелительно подсыхать И здесь не повезло тем пилотам, которые стартовали с правой части трассы В частности, обладателю полной позиции местному герою Дмитрию Дудареву Поскольку левая часть трассы почти полностью высохла А вся влага стекала на правую часть трека И, естественно, зацепов при старте с места там было совсем немного Как же гонщики смогут справиться с этой ситуацией? Конечно, здесь имели преимущество те гонщики, у которых большой ледовый опыт И опыт ралли-кросса Ведь они умеют искать зацеп на скользком покрытии И лучше всего это удалось Михаилу Симонову Он сразу бросился с правой части трассы налево и почти не потерял на этом позиции Ну а Спас Новиков несколько раз едва не разбил свой автомобиль Контакт у него был и в первом повороте, и во втором И в третьем выставляла его Ауди А1 несколько раз боком Но петербургский гонщик все же смог сохранить свою машину и гонку продолжил А вот сразу нескольким его соперникам не повезло Развернули здесь Андрея Петухову Он откатился в самый конец пилотона, потеряв множество позиций Коробка передач подвела Артемия Мельникова Отвернулся у него небольшой болт Коробка упала на асфальт, пробил картер Коробки вытекло масло И для московского гонщика это сход с дистанции Илья Сидоров потерял свою машину Несколько контактов и его корейский хэтчбек Улетает здесь в стену Удар и сход для гонщика и на стейдж Эйджи Тим, который был одним из претендентов на победу Причем, обратите внимание, у него был контакт С напарником по казанской команде Станиславом Новиковым Ну и разоворот Андрея Петухова Для Петухова последние гонки складываются весьма и весьма непросто У петербургского гонщика и тренера И его Шкоды Фаби есть и темп и надежность Но постоянно случаются какие-то мелкие неурядицы Красивая борьба дистанции пела в категории С-1600 Данил Хорошун очень хотел отыграться за все эти неудачи Которые были у него в прошлом сезоне И сражался здесь с гонщиком команды И на стейдж Эйджи Тим Артемом Антоновым Его главным соперником в борьбе за титул Который уже прилично оторвался от всех По ходу этого сезона На Нижегородской трассе традиционно сильны местные герои Пилоты, выступающие в чемпионате Нижегородской области НЛС В частности, это Михаил Дралин Пензенский пилот, для которого эта трасса по сути родная Также хорош был Тимофей Буянов На других трассах пока ему не хватает наката Но именно Тимофей был самым быстрым в этот день На трассе Нижегородское кольцо Показывал лучшие времена круга Но, к сожалению, допускал небольшие ошибочки Контакты И в итоге получил Драйв-тру Проезд через Питлейн За то, что слишком рано включился в борьбу После того, как был закончен режим машинной безопасности Так что вновь для этого гонщика без подиума Хотя в прошлый год он уже приезжал в призовой тройке на родной трассе Что касается класса Туринглай То там уверенно лидировал Егор Санин Который смог реализовать более выгодную стартовую позицию с сухой части трассы Симонов шел вторым Ну а борьба за третье место была весьма и весьма интересной между гонщиками И одним из лучших там был Алексей Савин Белорусский пилот, выступающий на атмосферном автомобиле Hyundai Solaris В какой-то момент он даже показывал лучшее время круга Посмотрите, как здесь прессингуют Михаил Симонов и Егор Санина Эти гонщики много лет сражались между собой на ралли-кроссовых трассах нашей страны А теперь их противостояние продолжается и на асфальтовых трассах Как всегда, много контактной борьбы в классе Туринглайт Здесь Денис Карелин, сын легендарного трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина Получает удар в бок от Владимира Чаревани Нашего многоопытного суперветерана Который уже выиграл одну гонку в этот день в классе СМП Хисторик Кап А затем из Жигулей пересел за руль Audi A1 Но Audi A1 нового поколения подводит Егора Санина Вновь копеечная деталь, как и в случае с Артемием Мельниковым На этот раз хомут, патрубка, выпускной системы был затянут слишком сильно В итоге выпуск отсоединился, машина потеряла мощность И Егор Санин лидируя сходит Тут же неудача поджидает и Алексея Савина Белорусский гонщик выходит на третье место Казалось бы, может завоевать подиум очередной уже в этом сезоне Но вновь технические проблемы, вновь небольшой сбой И его машина замирает, теряет мощность на выходе из одного из поворотов Все это, естественно, помогает местному пилоту Дмитрию Дудареву Руководителю и создателю, собственно, трассы Нижегородское кольцо Который врывается в топ-3 У него была отличная скорость И, наверное, он мог бы бросить вызов Симонову Но вот после той заминки на старте, когда забуксовал он на влажной части трассы Слишком много времени потратил на борьбу и на прорыв Safety Car помог Андрею Петухову Он спрессовал пилотон Поэтому сначала Андрей легко справился с машиной младшей категории S1600 Ну а затем одного за другим стал проходить соперников уже и в его собственном классе Touring Light Кроме того, сразу несколько быстрых пилотов сошли Что позволило Андрею финишировать на довольно высокой позиции Также отметим, что на этой трассе большую роль играют круговые Длина трассы Нижегородское кольцо всего 2 километра 850 метров Из-за этого очень быстро здесь догоняют уже в середине дистанции гонщиков младшей группы Пилоты класса Touring Light Естественно, с одной стороны гонщики младшей категории вмешиваются в борьбу старшей Потому что мешают борьбе лидеров между собой Но и старшие машины тоже оказывают негативное влияние на сражения лидеров класса S1600 Проходят здесь Владимира Черевания и Олега Кравцова Андрей Петухов Олег Кравцов демонстрировал на этой трассе неплохой темп в квалификации Но в гонке затем потихонечку соперники его оттесняли Впрочем, Нижегородское кольцо далеко не самая подходящая трасса Для линобазного и довольно тяжелого седана Volkswagen Polo Здесь мы видим, что Черевань оставляет его позади А Андрей Петухов проходит сразу двоих соперников Как всегда, много борьбы было между напарниками по команде Alga Motorsport Починенные Рустамом Фатхудиновым здесь составляют добрую половину всего пелотона И регулярно здесь находят друг друга на гоншей трассе Видим мы, что здесь автомобиль под 15 номером Владимира Лобачева уже побывал за пределами трассы Передняя часть его машины грязная Но напарник по команде благодарит его за то, что не слишком сильное сопротивление здесь оказывал сопернику Василий Кораблев один из ветеранов этой категории Он выступал абсолютно во всех сезонах класса S 1600 И остается среди лидеров, он второй У Кирилла Зиновьева возникли проблемы Он в чемпионате борется за топ-3 Является одним из претендентов на третье место в чемпионате Но вот здесь, видимо, машина теряет ход Он пропускает вперед напарника по команде Алга Владимира Лобачева И паркует свой автомобиль в безопасном месте Так что на этот раз обходится без сейфти-кара Дударев уходит на второе место Показывает лучшее время круга Но ему 2,5 секунды до Симонова А гонка уже катится к своему концу Так что не смог на родной для себя трассе Ее руководитель и владелец Дмитрий Дударев одержать победу Третьим же стал Николай Карамышев Который является одним из претендентов на титул в этом году И действующим чемпионом страны в классе Туринг Лайд Что касается категории С 1600 Там настоящим героем стал Данил Хорошун Он приехал третьим При том, что его машина после контакта получила повреждения Двигатель начал нагреваться И Хорошун включил печку на полную Чтобы облегчить работу двигателя В итоге плюс 70 градусов было в салоне его автомобиля Он едва не терял сознание И даже полежал некоторое время за подиумом Ожидая в своей очереди выйти на призовой педестал Чтобы как-то прийти в себя Ну а это Михаил Симонов Увидитель гонки в классе Туринг Лайд Ну и видите вы, Артем Антонов Увидителя гонки в классе С 1600 Рядом с ним Василий Кораблев И Данил Хорошун, который собрал боли в кулак И на подиум все же вышел Ну и королевский класс СМП Тися Раш А также класс Супер Продакшн Опять заезд двух категорий в рамках одной гонки И здесь сенсация небольшая Второе место Русама Фатхудинова На старенькой Ауди Рестрел МС На трассе Нижегородское кольцо И пол Павла Кальмановича Так что сразу две Ауди Двух разных поколений у нас На первом ряду стартовой решетки Что касается Ивана Чубарова То он сознательно показал слабое время в квалификации Чтобы стартовать в первой гонке в десятом А во второй с ревертивного пола Все ждали, что Брагин будет среди лидеров Но круг квалификации ему не удался И Дмитрий Брагин стартовал в этой гонке только пятым Рустам даже здесь оказывал прессинг В какой-то момент на старте на Павла Кальмановича Но затем Павел вышел вперед И от Рустама уверенно оторвался Все-таки с новой Ауди На старенькой машине бороться весьма и весьма сложно Для Рустама же главной задачей Стало сдержать своих соперников Было некоторое преимущество в скорости И у Александра Смолера на его Hyundai i30N И у Дмитрия Брагина на его León Cupro Competition И у Владимира Атоева на Hyundai Elantra N Примерно ту же самую роль в пилотоне Что и Рустам Фатхудинов Играл Андрей Масленников Сразу за ним оказалось трое пилотов На заводских Lada Vesta TCRNG И он сдерживал их Чтобы позволить лидерам команды Атоеву и Смолеру бороться за первые места Видим мы, что здесь уже атакуют По внешнему радиусу в первом и втором повороте Рустама Фатхудинова и Александра Смолера Но пройти не может А Дмитрий Брагин в это время Оказывает прессинг на Владимира Атоева И в итоге проходит ростовскому гонщику Нужно отметить, что оба корейских автомобиля Молодых пилотов с лукойл рейсинг-тима И также по совместительству гонщиков Программы развития автоспорта в России СМП рейсинг Были очень тяжелыми Машина Смолера и вовсе была самой тяжелой в пилотоне И в какой-то момент в квалификации Смолер также думал о том, чтобы Повторить трюк Ивана Чубарова Сознательно не претендовать На высокие места квалификации Чтобы затем стартовать с первого, возможно, ряда Или даже с пола в воскресной гонке Но затем все-таки собрал Смолер волю в кулак Показал очень хорошее квалификационное время И сам честно признавался, что не понял даже, как ему это удалось В гонке ему, конечно, было трудно Показывать тот же темп, что Кальманович Но, тем не менее, он был немножечко быстрее Рустама Фатхутина Прессинговал его на протяжении всего заезда Но пройти соперника в этом классе В СМП Теся Раша На трассе Нижегородское кольцо Очень и очень трудно Здесь нет длинных прямых Не слишком жесткие торможения Скользкий асфальт, узкая трасса Поэтому долго-долго подбирал здесь ключи К обороню Фатхудинова Александр И в итоге зевнул атаку Дмитрия Брагина Брагин воспользовался тем, что на более широкий радиус Здесь вышел Александр и прошел вперед Более того, даже Владимир Атоев Здесь атаковал напарника по команде Впрочем, пройти его не смог И здесь Смолер остается перед гонщиком из Ростова-на-Дону Что касается категории супер-продакшн То здесь с первого ряда на стартовали Михаил Митяев и Максим Турьев Молодой пилот из Нижнего Новгорода Который является действующим чемпионом страны по картингу В самом престижном классе КЗ-2 А также тренером в команде Лада Спорт Роснефть Джуниор в чемпионате России по картингу Турьев был очень близок по темпу К Михаилу Митяеву Но каждый раз уступал ему чуть-чуть И по ходу всего заезда в квалификации Поэтому о борьбе за победу речи здесь не шла Зато речь шла об очень красивой борьбе За третье место между напарниками По команде Любзар Дель Рус Николаем Виханским и Романом Голиковым И Леонидом Панфиловым Видим мы, что жесткие были здесь сражения Между пилотами на двух ходах Толкались они между собой неоднократно Пытался Голиков выйти вперед Но Виханский его сдерживал Что касается Панфилову У него отвалилась выпускная система После чего машина потеряла мощность И уже бороться за третье место не могла Здесь Леонид пропускает вперед Очень аккуратно весь пилотон класса СМП ТСР Раша Следующий, кого нужно было обогнать За два круга до финиша Лидером старшей категории Это как раз-таки два пилота на хондах И именно это был шанс для Дмитрия Брагина Пройти все-таки Рустама Фатхудинова Здесь Рустам упирается в гоночках на хондах Принимает неправильное решение Пробует пройти их снаружи Упирается в итоге в них Брагин залезает внутрь Равняется с Рустамом И проходит его на выходе из шпильки Хуже того для Рустама С ним смог поравняться Здесь Александр Смолер И правильнее разобрался в ситуации В этих шашечках между двух хонд И проходит Рустама Всего лишь за два круга до финиша Молодой казанский гонщик Потерял и второе, и третье место И откатился на четвертую позицию Казалось, что может быть Рустам еще сможет Контр-атаковать на торможении Перед первым поворотом следующего круга Но нет, все-таки Смолер и Брагин были быстрее И они отрываются от Рустама Рустам провел лучшую гонку в своей карьере Но был очень расстроен всей этой ситуацией И долго потом не мог пройти в себя Эмоционально был потрясен После того, как пропустил вперед соперников Из-за того, что неправильное решение принял При обгоне круговых Но судьи этот момент взяли, что называется На карандаш И в итоге 20 секунд штрафа получил Роман Голиков 10 секунд за контактную борьбу с напарником По команде Николаем Виханским И еще 10 за то, что не пропускал Соперников из более старшей категории Игнорировал синие флаги Которые призывают, собственно, пилота Пропустить более быструю машину Но вся эта драма происходила за спиной Павла Кальмановича Который был просто в своей лиге Пол, победа, лучший круг, лидирование от старта до финиша Большой шлем его исполнения И он приближается к лидерам сезона Брагин стал вторым Реабилитировался за неудачу в квалификации Но темп, на самом деле, по ходу уикенда Позволял ему бороться с Кальмановичем за победу Но отметим третье место Александра Смолера Маленький подвиг Гонщик Лукойл Рейсинг Тим На самой тяжелой машине На старте этого заезда Что касается класса Супер Продакшн То здесь Роман Голиков на подиум поднялся Но штраф отбросил на четвертое место После финиша Таким образом, третьим стал Лиханский Второй Туриев Но побеждает Михаил Митяев Который продолжает уверенно идти к титулу Уже третьему в своей карьере в классе Супер Продакшн Воскресный день снова открывает гонка Исторических автомобилей СМП Хисторик Кап И здесь был очень хороший, мощный такой дождь Перед стартом Но он затем стих И трасса должна была довольно оперативно подсыхать Это, наверное, первый такой серьезный дождевой заезд Для пилотов на новых для них шинах И, конечно же, не все понимали Как эти шины работают в этих условиях Впрочем, как я уже говорил Трасса Нижегородское кольцо Отличается тем, что асфальт здесь С одной стороны очень быстро намокает С другой очень быстро сохнет Не все пилоты смогли здесь здорово реализовать Мощность своих двигателей через задний привод В частности, Владимир Черевай стартовал достаточно аккуратно Не стал здесь форсировать события Но все-таки потихонечку разгонялся И обходил здесь соперников Лидерство в сводном зачете захватил Андрей Козлов Однако, посмотрите, разворачивает его машину здесь чудом Удается всем соперникам избежать столкновения с московским гонщиком И Козлов откатывается на последнюю позицию Но, как он сам признался, после гонки Почему-то не было у него переживаний по этому поводу Он был уверен в себе, в машине, в скорости Понимал, что подходят ему эти погодные условия И сможет он отыграться и занять хорошее место Проблема у Владислава Донца Причем технически его москвич здесь теряет ход Разворачивает здесь Ивана Тараканова Пропускает он весь пилотон вперед И Игорь Шунайлов не находит точку торможения в шпильке Вылетает за пределы трассы Пропускает весь пилотон вперед Но все-таки на трассу возвращается Но только для того, чтобы уже в следующем повороте совершить ошибку Вылететь и заострять сход для Шунайлова Таким образом, Козлов сразу две позиции отыгрывает После того, как у его соперника возникают проблемы Главное, его ключевой соперник в борьбе за титул Который вышел в лидеры и оторвался После успехов в квалификации и в субботней гонке Оказался за пределами трассы Так что Козлов, очевидно, имел все шансы на то Чтобы выйти в лидеры в общем зачете чемпионата Что касается Владислава Донца То его мотор прочихался Машина начала вновь ехать быстро Но сам он никак не мог справиться здесь с Козловым Всю гонку они боролись между собой Мощность мотора москвича позволяла ему выйти вперед Но каждый раз Донец неправильно находил точку торможения Уезжал далеко в первом повороте И пускал Андрея вперед Красивая борьба Ивана Тараканова и Максима Курушина Маленькую здесь просто лазейку оставил сопернику Курушин И тогда нырнул Тараканов и смог без контакта Очень аккуратно и красиво пройти соперника в шпильке Андрей Козлов тоже нежелезный И совершил небольшую ошибочку Пустил вперед Владислава Донца Который после этого оторвался И борьба между ними на этом закончилась Напомню, что это представители разных классов Что касается зачета СМП Хисторий Кап 2000+, То здесь довольно быстро в лидеры вышел Дмитрий Козлов И стал уверенно отрываться Черевань смог справиться с Шевелем Вышел на вторую позицию И все думали, что сейчас Дядь Вова вновь будет показывать Как и в субботу рекордный темп И догонит молодого пилота на Москвиче Пройдет его, как это было во время заездов на трассе Игора Драйв Но нет, гораздо быстрее был в этот день Козлов выиграл на 44 секунды Опередив Владимира Череваня Третьим стал Владислав Шевель Так что у гонщика на ИЖ-пикап Сразу два бронзовых кубка Впрочем, бросить вызов Череваню и Козлову Пока пилот на технике Зудмуртии не может Но регулярно опережает своего принципиального соперника Владислава Донца на Москвиче Ну, старался ехать не боком Но отрыв действительно был большой Не знаю, с чем это связано Но ты, по-моему, выжил все, что можно из этой машины, нет? Нет, это запасной лотовый мотор Поэтому много выжить не получилось В классе «Жигули 1600» Андрей Козлов, несмотря на свой разворот Одержал победу И учитывая сход Игоря Шунайлова Это вывело его на первое место и в чемпионате Вторым стал Иван Тараканов Ну, а третьим Максим Куруш На старте здорово зацепился Смотрю, отъехал на почти на расстояние Стал там приборчики, ну, какие-то включать Что-то выключать, подкорректировать Там, щеточки выключить решил И на зеленке как-то перегазовал Не ожидал, что она настолько скользкая кажется И вот, ну, не расстроился Я был уверен как-то, что гонка длинная, наверстаем Класс СМП, ТСР, Раша и Суперпродаж Стартовали уже по сухой трассе Которая полностью высохла Поэтому пилоты даже не думали о том, чтобы ставить дождевую резину Все стартовали на слике Более того, прекрасно понимали, что по ходу заезда Трасса будет только прогреваться, а зацеп будет расти По реверсивной стартовой решетке С Поула стартовал Иван Чубаров Рядом с ним был Ильев Толкачев Ну, а затем Владимир Шишенин и Андрей Маслик Что касается Павла Кальмановича, то обладатель полу-позиции стартовал только десятый И вопрос был в том, сможет ли Павел Который был одним из самых быстрых по ходу всего уикенда Выйти вперед На старте в какой-то момент Ильев Толкачев даже вышел в лидера на корпус А впереди в Чубарова Но конфигурация первой связки В нижнем такова, что зацеп все-таки преимущественно получает тот пилот Который находится на внутренней траектории Это был Чубаров, он вышел вперед И стал от Льва уверенно отрываться У Ивана была тяжелая машина И он думал о том, что ему будет сложно удержать соперников Позади себя задолго до этого этапа Собственно, эту тактику он придумал Где-то за неделю, за полторы До пятого этапа G-Draft СМП РСКГ Но помогло ему то, что за ним Практически сразу оказались его напарники По команде Владимир Шенин и Кирилл Ладыгин Видели мы, едва не было контакта там между ними И этим воспользовался Андрей Маслик Который вышел на вторую позицию Однако нужно отметить, что у Масликова не было Как и у Рустама Фатхудинова темпа на длинной дистанции И что в субботу, что в воскресенье Он сдерживал соперников С другой стороны, у Маслиникова также была И командная тактика Задача была в том, чтобы максимально держать пилот Он позволяя лидерам коллектива Молодым пилотам Владимиру Атоеву И Александру Смолеру прорываться Из глубины, проходить с соперником Чтобы максимально близко подобраться к Масликову А возможно даже и пройти его Ближе к финишу И забегая вперед, отметив, что свою работу Масликов сделал блестяще Как, впрочем, напарники по команде Особенно Владимир Атоев Если Александр Смолер на старте заезда Здесь несколько застрял за соперниками И в какой-то момент откатился даже на последнюю позицию То Атоев начал уверенно расправляться С машинами соперников, обходя их одного за другим То же самое делал и Павел Криванович Вы видите, что уже Четыре автомобиля здесь остаются позади него Но небольшая помарочка И пилот Лады Спорт Росневич возвращает себе потерянное место Кроме этого, здесь Рустам Фатхудинов Начинает Павла прессинговать Что касается класса Суперпродакшн Там уверенно лидировал Роман Голиков Который реализовал свою позицию Очень быстро вышел на первое место Прошел Павла Пастушкова Который присоединился на одном этапе К пилотону класса Суперпродакшн Годчик из Четы Выступающий за местную команду Софит Рейсинг Тим Не могли Софитовцы пропустить родной этап Не выпустить здесь ни одного пилота на трассу Но, тем не менее, у Павла пока не хватает опыта Не хватает наката И привычки к этому автомобилю И к этой трассе Он здесь не смог бороться за высокие места Хотя показывал очень хороший темп Держался вплотную за лидерами класса Суперпродакшн Что касается здесь борьбы Между пилотами Лукойла Рейсинг Тим И Ладо Спорт Рослефт То совершенно смолер проходит Впрочем, у Владимира его сложный сезон продолжается Явно какие-то здесь были технические проблемы На его Ладо Спорт Нью Дженерейшн Он уступал в темпе своим напарникам по команде И довольно быстро отстал от Кирилла Ладыгина С которым поначалу они боролись бок о бок Атоев вышел уже на пятое место И ему очень помогал здесь Андрей Масликов Посмотрите, какой большой здесь отрыв У этой группы от Атоева Но Масликов отчаянно сдерживает здесь Кирилл Ладыгин и Дмитрия Брагина Два легендарных российских пилота Семь титулов класса СМП Ти Сиараша Здесь у них на двоих И Брагин пытается провернуть то, что он сделал в субботу С Александром Смолером и Рустамом Фатхудиновым Максим Туриев перестарался Здесь контакт у него с Николаем Виханским Была у них борьба за высокое второе место В итоге Виханский отправляется за предел трассы Туриев на этом теряет несколько позиций И все это вновь в пользу Романа Голикова Который еще сильнее вычил свой отрыв От всего остального пилотона Дмитрий Брагин не только не смог пройти Кирилл Ладыгина Но и отстал от пары Масликов Ладыгин Подпустил к себе Владимира Атоева и Павла Кальмановича И пустил Атоева вперед Таким образом уже на четвертое место Выходит у нас ростовский гонщик Лукоил Рейсинг Тим Более того Сразу за Павлом Кальмановичем Здесь еще одна лукоиловская машина Александр Смойлер Также догнал эту группу Несмотря на большой вес своего Hyundai 30-тен и старт с последних рядов стартового поля Кальманович даже атаковал Брагина В какой-то момент Впрочем не был слишком жестким С лидером своей команды Напарником по СТК Таиф Моторспорт И здесь Доги Брагин немножечко отпустил Ну а Владимиру Атоеву даже не пришлось Атаковать здесь Кирилла Ладыгина Возникли проблемы на его желтенькой подводной лодке И в итоге Атоев у нас врывается на третье место После технических проблем на Веста New Generation Ну и весь вопрос был в том Какое решение примет в этой ситуации Многолетний руководитель команды Лукоил Рейсинг Тим Евгений Малиновский Отдаст ли он приказ Андрею Масленкову Пропустить Владимира Атоева вперед Ну и забегая вперед скажу, что да Отдал такой приказ Андрей Масленков идеально выполнил командную работу Сдержал всех своих соперников Позволил Атоеву подобраться к этой группе И пройти соперник А затем пустил Владимира на второе место Ведь именно Владимир Атоев сейчас является Главным преследователем Дмитрия Брагина в чемпионате Впрочем порадовал здесь своего шефа Не только Атоев и Масленков Но Александр Смолер Посмотрите на тяжеленной машине Он оставляет позади Павла Кальмановича И выходит вперед Учитывая, что именно Смолер и Атоев Были заявлены в командном зачете Это очень важные дополнительные баллы В борьбе московского коллектива С СТК Таиф Моторспорт Вот тот самый момент, когда на финальном круге гонки Пускает на второе место Владимир Атоева Андрея Масленков Так что сразу две у нас красные машины на подиуме И лидер коллектива у нас впереди Верно вооруженос Но все это было в пользу Ивана Чубарова Которого, может быть, не было такого высокого темпа Но пока соперники боролись позади Между собой Чубаров уверенно контролировал ход гонки Было его преимущество около трех с небольшим секунд Над всеми соперниками Хотя он не показал здесь лучшее время круга Смог одержать первую победу в своей карьере В классе СМП Тися Раша Ну а Атоев в очередной раз на подиуме Для него это уже пятый подиум по ходу сезона В классе СМП Тися Раша Третьим стал Масленков Который также увеличивает свой счет призовых мест Для меня борьбы было мало От слова совсем Там только в первом повороте Мы со Львом Евгеньевичем чуть-чуть поборолись И все Дальше ребята сзади разбирались между собой Моя задача была только уезжать вперед Потому что мы понимали Что в конце темпа у меня точно не будет Чтобы сражаться на равных Поэтому нужно было делать задел с самого старта И удалось какую-то феноменальную стабильность показывать Ну на имитациях гонки такого не было В классе Супер Продакшн победил Роман Голиков Это его первый успех после жуткого инцидента в Казани Где загорелась его машина И Роман неделю провел в больнице Но это не помешало ему сохранить свою скорость И продолжить выигрывать в конках Сегодня не было борьбы Была борьба только с самим собой Со временем на трассе Контролировать колесо Конечно, Лада очень быстро подъезжает Странно, как и не умеет так сохранять колесо Потому что темп у меня был хороший Я думал, что зазор останется большим Но под конец, конечно, Миша подъехал очень быстро Пришлось понапрягаться Ну, рад, что я на первом месте Класс Туринг Лайт С 1600 На этот раз стартует по абсолютно сухой трассе Посмотрим, смогут ли фавориты Субботней гонки вновь быть быстрыми И сможет ли Егор Санин реабилитироваться За свою неудачу Ведь он так здорово смог реализовать Высокое стартовое место Но, к сожалению, технические проблемы Не позволили ему выиграть И очень много очков ульяновский пилот потерял Конечно, в воскресенье сделать это гораздо сложнее Ведь Егор стартует и с конца первой десятки Впрочем, мы не раз видели Что Егор и его Audi A1 Последнего поколения с турбированным Полуторалитровым мотором Могут творить настоящие чудеса С пола стартовал Илья Сидоров Пилот и на стейдж AGT Выступающий на атмосферном автомобиле Kia Rio X-Line Ну, а сразу за ним Вот здесь Андрей Петухов Который на этот раз Ни с такими проблемами не столкнулся Ну и в целом Старт второй гонки класса Туринглайд С-1600 Вышел гораздо более спокойным Чем субботний заезд Вы видели, что ни у кого не возникли Ни технических проблем Ни каких-то сложностей С контактами Или с вылетами с трассы Но только до первого торможения Перед шпилькой И у кого возникла проблема? У лидера Илья Сидоров Ошибся с точкой торможения Вылетел за пределы трассы Там было достаточно влажно В итоге он улетел в Граве Пропустил вперед большую часть пилотона И на победу уже не претендовал Также здесь жесткая была борьба В классе С-1600 Вновь пострадала одна из машин команд ЛГБ Тарспорт Оказалась она в стене Но гонку продолжить смогла Вновь, как и в субботу Одним из героев гонки Был Алексей Савин Который на своем атмосферном Хёнде Соляр Здесь на равных Сражается с турбированными Автомобилями соперников Доказывая, что рано Списывает анасферную технику Со счетов Савин уже быстро прорвался Здесь прессингует своего Напарника по команде Стаса Новикова Но здесь у нас двойные Желтые флаги Денис Карелин сходит Технические проблемы Нео-Фольцвагене Пола Скорость все больше и больше Есть у сибирского пилота Но иногда вот автомобиль Не позволяет ему добраться До финиша Вновь Дралин был одним Из главных героев Этой гонки Вновь он был в центре внимания Пензенский гонщик Который много выступает В чемпионате Нижегородской области НЛС Прекрасно эту трассу знает А его машину готовит Коллектив Владимира Шешенина Топовая техника Бывшая заводская машина Поэтому Дралин у нас На этой трассе традиционно Является одним из фаворитов Напомним, что именно в прошлом сезоне На трассе Нижегородское кольцо Дралин свой первый подиум Завоевал Но, к сожалению, здесь вот Жестко он поступил С Татьяной Елисеевой Просто повернул здесь В пилотесу Алгамо Тарспорт Вылетел она за пределы трассы Как будто бы не было Там Татьяна и так поворачивал Здесь Дралин Но там ее машина была В итоге небольшой удар И Дралин на этом потерял Важные секунды И Елисеева оказалась За пределами трассы Клоровцов против Дударева Борьба здесь жесткая В первой секции трассы Вновь Дударев был быстр и хорош Но при старте с десятой позиции Конечно, очень много времени Уходит здесь на обгоны соперников Отметим также желтую Audi A1 Артема Фридмана Так и не пришла секвентальная Кровка передач в команду ФАС Моторспорт Из-за этого неоптимальная работа Блокировка дифференциала И, конечно же, на такой закрученной трассе Как Нижегородское кольцо Весьма-весьма сложно Здесь к петербургскому гонщику Олег Коровцов немножечко ошибся В одном из сложнейших Поворотов этой трассы Вынесла широковато Его автомобиль После заноса задней оси И в итоге пропустил Он сразу несколько соперников вперед Василий Кораблев Вновь здесь В центре внимания В классе СТИ-600 Но если в первой гонке Он боролся за высокие места С самого начала То здесь борьба у него идет Все-таки за пределами Первой тройки Лидировал Кирилл Зиновьев Вторым был Даниил Хорошун Третьим Артем Антонов Ну а самое лучшее Время круга Показывает Тимофей Буянов Подтверждает он Что на родной трассе Является одним из фаворитов В любой ситуации И в любом заезде Впрочем опять-таки Для Тимофея Борьба проходит За пределами первой тройки В классе С-1600 На этапе На Нижегородском кольце Пилот он был совсем коротенький Непривычно мало участников Заявилось на эту гонку Но при этом Конкуренция очень высокая Уровень пилотов близок Поэтому практически Все они претендуют На высокую позицию Для Артема Фридмана Сложный сезон продолжается Несмотря на все его геройства За рулем Ауди А1 О которой я говорил К сожалению Технические проблемы Завершают его борьбу Ну а это здесь Дмитрий Дударев Который догнал Стаса Новикова И прошел его Вышел таким образом На пятую позицию Стас Новиков провел Сильный в целом уикенд Постоянно держался в топ-5 Но учитывая скорость Егора Санина Наверное Мог бы быть повыше Сам он оценивает пока Свои выступления На 4 с плюсом Что касается Лидеров То там уверенно Лидировал Петухов Но его сзади Догонял Санин и Симонов Были близки Два этих пилота Лучшую скорость Показывал именно Егор Санин И в какой-то момент Уже Петухова догнал Не так много кругов Оставалось до финиша Надеялся Андрей Что сможет Сдержать своего соперника Но здесь лидеры Упираются В пилотов класса С-1600 И вы видите Настоящая чехарда С одной стороны Жесткая борьба В классе С-1600 С другой стороны Не менее жесткая борьба В классе Туринглайт Лучше здесь Сориентировался Андрей Петухов Он занял внутреннюю траекторию И несмотря на то Что до этого Казалось бы Уже вышел вперед Санин На полкорпуса Была впереди его Ауди 1 Все-таки Андрей Позицию здесь сохранил Но и гонщиков Класса С-1600 Тоже легко понять Ведь это была борьба За третье место И естественно Сразу несколько пилотов Жестко здесь боролись Между собой Не обращая внимания На машины Старшего класса Петухову это дало Небольшую передвижку Он выдохнул Оторвался здесь От Санина Егор Перенес Возможную атаку На последние круги Михаил Симонов Эту группу догонял Но также уперся В большую группу Гонщиков С-1600 И в какой-то момент Отрыв сократился На двух с небольшим секунд А затем вновь Вырос практически До пяти секунд В этой борьбе За третье место В итоге Артем Атонов Смог свою позицию Сохранить Хотя казалось бы Что сразу несколько Пилотов смогут его пройти Предпоследний круг гонки И атака В первом повороте Здесь Егора Санина И он По внешнему радиусу Во втором и третьем виражах Проходит с Андреем Петуховым Не очень традиционный Способ пройти соперника Но сделать это удается Проблемой здесь У Василия Кораблева Он перетормаживает И приезжает В Олега Коровцова В машину старшего класса Вновь уже третий раз По ходу уикенда Машины младшей категории Оказывают влияние На результат заезда В старшей категории Естественно многие были Недовольны тем Что на такой узкой И короткой трассе У нас проходят Объединенные заезды Но что ж Ничего не поделаешь Все в равных условиях Данин Хорошун шел вторым По ходу заезда В классе С-1600 Кирилл Зиновьев Борьбу навязать не мог Но это Артем Антонова Уверенно оторвался Победу одержал Егор Санин Вторым стал Андрей Петухов Третьим финишировал Михаил Симонов Но к сожалению Он дисквалифицирован Слишком низким Оказался клиренс На его шкоде Фаби И в итоге на третье место По итогам заезда Поднимется Алексей Савин Когда всех прошел И увидел где Андрей Думаю Ё-моё Такой отыграется вообще Но парни сказали Что по времени мы быстрее Надо бороться до конца Вот я поехал Да были круговые Из-за этого я чуть быстрее Андрея догнал Но обогнать не получилось Пришлось Самому импровизировать Кирилл Зиновьев Одержал вторую победу В своей карьере В классе С-1600 Денин Хорошун Был вторым Третьим Артем Антонов Но у Хорошуна Отобрали его второе место За контакт С Артемом Волковым В итоге Артем Антонов Обменял свой кубок За третье место На награду За вторую позицию А Владимир Лобачев Поднялся на бронзовую Ступеньку педестала Темп у меня не сказать Что был хороший В этой гонке Но когда я посмотрел Где-то после третьего круга В зеркало Увидел что там Просто огромная дрень Это позволило мне Расслабиться Завершаем наш обзор Пятого этапа G-Drive Российской серии Кольцевых гонок Вторым заездом В классе Спорт-прототип ЦН Главный вопрос был в том Сможет ли Андрей Громов Прорваться через весь пилотон Показать вновь Свою невероятную скорость И выиграть две гонки В рамках одного этапа На этой трассе Это сложно сделать Но Громов был Очень хорош В субботу Поэтому многие от него Этого ждали Впрочем Александр Дударев Лишь немного Уступил лидерам В субботней гонке Здесь стартовал С пол позиции И конечно же Старался реализовать Этот пол И в итоге Приехать на первое место Учитывая что Громов подтягивается К нему в чемпионате А Дударев является Одним из главных Претендентов В борьбе за титул Старт в обоих заездах Класса спорт Против ЦН Дается с ходу И все равно Не удалось избежать Здесь жесткого контакта Максима Скорика Поставила здесь боком После контакта Он улетел в шорткат Екатерина Капица В итоге обе машины разбиты Много технических жидкостей Здесь было разлито По всей трассе Также Повреждения здесь получил Еще один шорткат У легенды Также были проблемы Поэтому Практически мгновенно Здесь появился режим Автомобиля безопасности И практически Три четверти гонки Здесь машина безопасности Водила весь пилотон за собой Посмотрите Эту эффектную аварию Удивительно еще Что Так мало участников В ней оказалось Просто поперек всего Пилотону здесь летит Максим Скорик Тем не менее Небольшие повреждения Получили Сразу несколько автомобилей Видим мы Что здесь немножечко Подпрыгнул обвес И на автомобиле Константина Сугробова И в итоге Он пришлось отправиться в бокс Для того Зафиксировать Передний бампер На обвесе Его Миджета Более того Так много было Технических жидкостей На стартовой прямой Что пилотон у нас За машиной безопасности Проезжал не по самой Трассе А по петле Тем не менее У некоторых машин Проблемы продолжились Посмотрите Какой здесь эффектный С одной стороны Пожар у Константина Сугробова Понятно Что двигатель разогрет Пилот стоит на месте Не получая Этого машина Набегающий поток Холодного воздуха И небольшое возгорание Здесь произошло На петле Во время того Заклеить поврежденные детали На его автомобиль Пожар на легенде Почему видели Что целый круг Здесь легенда Сначала дымила Потом уже появилось Открытое пламя Что привело к тому Что в итоге Пришлось заехать Здесь в боксы Пилоту Для того Чтобы потушили его машину Более того Не сориентировался Он сразу Поехал не на Питленде Его ждал маршал А в падах Так что несколько неприятных Минут пришлось Маршалу пережить Пока он бежал К горящей легенде С огнетушительным Наперевяз Гонка возобновилась Ивлев всего лишь за 8 С небольшим минут До конца заезда Таким образом Больше половины дистанции У нас прошло в режиме Машины безопасности Лидировал Дударев Вторым был Ивлев Далее Перегудов и Хаиров Ивлев, Перегудов и Хаиров Представляет одну команду МР Более того Пилоты используют Прошлогодние машины Ивлева На его чемпионском автомобиле Выступает Перегудов Ну а на машине Которая в прошлом году Привезла его К серебрным наградам По итогам сезона Хаиров Отметим Очень хорошую гонку Очередную хорошую гонку Для Игоря Шунайлова Вновь он Красиво боролся В топ-10 Но затем Потихонечку Его стали Опережать Соперники Все-таки Пока не хватает Игорь Такого большого Опыта На автомобиле Шорткат Также Вновь Проблемы продолжались У Кирилла Киракозова Если поначалу Несколько позиций Ему удалось отыграть То затем Соперники Начали его Оттеснять Здорово смотрелся Шутемов Который отыгрывал Одну позицию за другой Ну и конечно же Громов Который догнал Пилотов команды МР Начал их Прессинговать И затем Проходить Одного за другим Действительно Темп На трассе Нижегородское кольцо У Андрея Громов Был самым высоким Он вновь показал Лучшее время круга И наверное Мог бы выиграть Эту гонку Не будь у нас Большая часть дистанции В режиме Машинной безопасности Мы видим что За 4 минуты До конца заезда Громов выходит на вторую позицию Ему остается 4 с небольшим Секунды До Александра Дударева И он начинает Стремительно догонять Петербургского пилота Отыгрывая более чем По полсекунды С каждого круга Для Сергея Ивлева Сложный сезон Продолжается Если в какой-то момент Он вышел На вторую позицию То затем Напарники по команде МР Начали его обходить Никак не удается Ивлеву адаптироваться К новому составу Полуслика и Кахама Что приводит к тому Что в итоге По ходу дистанции Сталкивается он С повышенным износом Не может работать С температурой колеса И в целом Нижегородский этап Даже при всех этих сложностях Можно назвать Для Ивлева Самым успешным Ну и конечно же Он очень был доволен Результатами Как руководитель команды Ведь Третье, четвертое И пятое места Остались за ним И его пилотами Пускай и он был Худшим в этой троице Сергей Перегудов Провел Пожалуй Лучшую гонку В этом сезоне И одну из лучших В своей карьере Он смог финишировать На третьем месте Ну а посмотрите Как мало секунд Здесь разделило Дударева и Громова Меньше секунды Девять десятых Если быть точным Будь гонка длиннее Буквально на круг Думаю я Что Громов смог бы Александра пройти Ну а для Перегудова Этот подиум Стал всего лишь Вторым в его карьере И первым В этом сезоне В классе спорт Против Ц Профессор Дает след Подаваном И вот главное Не отдать Как бы Эту должность профессора Но поднажимает Да Она наступает на ноги Быстро Андрюха едет Молодец Нашел здесь темп Он с самого начала А у меня как-то Не очень уладился Уикенд Поэтому В целом Результат хороший Таким получился Уикенд на трассе Нижегородское кольцо Пятый этап Джидрайв Российской серии Кольцевых гонок СМП РСГ Туринг Более Трех с половиной тысяч Зрителей Стали свидетелями Этой красивой борьбы Столкновений Дождь не помешал Проведению уикенда В итоге погода Была большей частью Хорошей И как всегда на трассе Нижегородское кольцо Гонки получились напряженными Были и победители Дебютанты И ребята Которые впервые Поднялись на подиум Были обидные дисквалификации Словом Уикенд выдался на славу Но мы увидимся Совсем скоро Уже 19-20 августа На подмосковной трассе Мечкова Посмотрите российские гонки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова